Всех приветствую! На календаре у нас сегодня 1 мая, Славянск. По обстановке в городе по-прежнему кардинальных изменений нет, всё есть для жизнедеятельности. Как я уже неоднократно говорил, всё познаётся в сравнении. Если посмотреть на обстановку вокруг нас, в близлежащих городах, даже в сёлах и посёлках, у нас всё хорошо. И есть всё элементарно необходимое в плане электроэнергии, вода, газ и крыша над головой. Чем дальше, тем чаще поступает информация о том, что люди теряют своих дома. Уже нет одного коллеги видеообзоры, где им присылают состояние их домов на теперешний момент. И в связи с этим сразу видно, что хорошо, правильный выбор они сделали, что выехали. Потому что в связи с разрушениями в таких условиях очень сложно будет остаться живым и невредимым. Уже знаю то, что вы напишите, всё это можно отстроить, всё купить заново, но морально это очень тяжело переносить для людей, потому как это их жизненное время, их силы, эмоции пережитые. И сейчас в один момент они просто всё теряют и находятся в таком замешательстве. Очень непростой состоянии на самом деле. Хочу заметить то, что в сёлах, в отличие от города, очень дружные люди, больше взаимодействуют друг с другом и довольно-таки приспособленные к любым развитием событий, к любым переменам, выживают в любое время. То есть если у нас в городе пару дней не забрать банкоматы, уже истерика у людей, там они живут уже месяцами без какой-либо возможности снять наличные средства. Да, и в принципе, там если привозят хлеб два раза в неделю и ездит по ним автолавка, то и то хорошо. В частности, встречал людей, которые жили, собственно, два-два с половиной месяца, уже без каких-либо возможностей вообще не было ни воды, ни газа, ни электроэнергии, ни подвоза продуктов, просто по сути выживали. По-прежнему привозят топливо в город, под топливом я имею в виду дизельное топливо и бензин. Бензин есть двух марок, это 95-й и 92-й, цена на него, соответственно, растет. Сейчас 5-й уже по 55 гривен за литр. Есть и меньшие, можно купить и с рук и прочее, но тем не менее, если брать объективно, то самое максимальное, да, скажем так, это будет не средняя, а максимальная цена за литр, это 55 гривен. На момент записания видео все так же работает сирена, слышны звуки боевых действий. Это все происходит постоянно, не прекращаясь. Лишь на некоторое время может быть затище, и после мы снова слышим. Сегодня приватбанк отменяет бонусную программу. Раньше начислялись бонусы, их можно было потратить, как и собственные средства, но на данном этапе времени их все аннулируют и перечисляют на помощь государству и армии. Вот такая вот история. В остальном, что хочу сказать, в местах, где непосредственно проходят боевые действия, либо рядом проведение боевых действий, связи по-прежнему нет. Ждем вестей своих родных и близких. Поэтому набираемся терпения. Оставлю, как всегда, свой номер телефона для связи в закрепленном комментарии. Если у кого-то есть какие-то вопросы, тоже пишите под этим комментарием. Постараюсь сделать отдельный выпуск, как уже делал когда-то, ответы на вопросы. Многие люди, смотря меня, просто тут не вопрос в доверии, вопрос в такой же объективности. Смотрят для того, чтобы как альтернативный источник информации, чтобы черпать изо всех источников и делать уже свои выводы непосредственно о ситуации, состоянии и прочих. Ну и как завершение сегодняшнего ролика, хотел бы сказать о том, что, несмотря на все трудности и обстоятельства, я не перестаю удивляться и поражаться силе духа людей, которые, несмотря на все обстоятельства, борются, карабкаются, выживают и улыбаются. По-прежнему оставлю несколько пожеланий. Будьте сильными, всем мира добра и до встречи. Продолжение следует...